Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал Политека. Как всегда, благодарю вас за ваше внимание к нашему проекту. Не забудьте его поддержать и вашим лайком, и подпиской на наш канал. Андрей Армалаев, с нами сегодня на связи. Андрей Васильевич, здравствуйте. Рад видеть. Здравствуйте, Эдуард, и всех приветствую. Андрей Васильевич, в интервью южнокорейским медиа Владимир Зеленский заявил, что если Трамп захочет остановить войну и с помощью потери наших территорий, у него ничего не получится. С другой стороны, анализируя ситуацию на фронте, приходит понимание, что не получается сейчас и у нас. Ну и вишенка на торте. В рамках плана внутренней победы первым пунктом будет борьба с дезинформацией, что вполне предполагает ограничение информации, в том числе и положение дел на фронте. Что мы имеем в итоге, на выходе, скажем так? Мы просто не будем говорить о всей той атмосфере, что сейчас царит в нашей стране? Знаете, Эдуард, я скажу парадоксальную сейчас мысль. Я за то, чтобы у нас была минимизирована дезинформация. Двумя руками. Потому что базовым здесь является то, что мы должны наконец-то начать распоряжаться верифицированной информацией. И тогда будут видны и ясны все спекуляции, искривления или разные правды. Но когда мы находимся постоянно в белом шуме, где, к сожалению, источником белого шума является и официальная медиа, а источники, связанные, например, с негативными социальными, психологическими процессами могут быть представители управления, то говорить об дезинформации вообще очень сложно. Потому что никак не понятен источник. Критик того, что услышал или источник того, что сказал. Вот для меня яркий пример такого рода странности в наших медиа. Это разговоры и страхи по поводу блэкаутов зимой. Причем я сейчас не о летних страхах, когда много было прогнозов, и был большой спрос на вот эту тему, как у нас зимой. А сейчас, когда нет-нет, да и брякнет какой-то околовластный эксперт или даже представитель органов власти, рассказывает о часах, прочем. Ну так тут и враг не нужен. Если раскручивать эту тему до официальных источников, которые сложно подтвердить и проверить. Ну говорят о расчетах, например. Конечно же, это и создает площадку для психов, спекуляций, искривлений и так далее. Я другие примеры приведет не буду, но я думаю, это уже очевидные вещи. Поэтому для того, чтобы с дезинформацией бороться, преодолевать ее, искать злых, значит, злонамеренных неосмейкеров, нужно отвечать и поставить на хорошую основу, собственно, информационный поток. С учетом гостайны, военной тайны и всего того, что мы можем понимать, но тем не менее, нам нужно... Вот есть большой запрос на правду. На правду о том, что происходит на фронте. Какой бы она тяжелой ни была, это правда. На правду о том, в каком положении государственные финансы. На правду о том, какие наши ближайшие планы и планы мобилизации. Ну, например, 160 тысяч или, как заявил один из экспертов, 300 тысяч в ближайшие месяцы в два раза. Ну, вот такого рода... И заметьте, такой источник этой информации не мы с вами, которые являются потребителями. Мы же обсуждаем то, что появляется в официальных медиа, ну и сопровождаете официально медиа. А часто являются либо источники уважаемые, то есть связанные с политикой государства, либо около того. Так что тут тезис правильный, только нужно искать источники, из-за которых часто вот этот белый шум. Что касается поставленного вами вопроса о судьбе войны и вот этой реплике президента. Мне кажется, что это была просто лишняя фраза. Вот лишняя. Почему? Потому что с точки зрения реальных намерений Трампа, в случае его победы, конечно, ему еще нужно победить и защитить свою победу, это еще месяцы. Мы на самом деле не можем оценить полноценно его реальный план действий. Мы знаем о его намерениях от Дивенса, мы знаем о его намерениях от некоторых его реплик. Но это всего лишь ориентиры. Что мы с этих ориентиров можем вынести? Ну, во-первых, то, что он вообще сторонник прекращения активных затрат Соединенных Штатов, переноса ответственности на Европу. О том, что он сторонник быстрого завершения военной фазы и готов вести переговоры с Путиным. О том, что он будет поговорить с Путиным, ну, как он демонстрирует это, с жестких позиций, что он не намерен, значит, там задабривать. При этом мы знаем и то, что еще по первому сроку Трампа он является сторонником проактивной политики Соединенных Штатов по недопущению усиления тандема Россия-Китай. И он говорит о том, что России вот надо, значит, не допускать, чтобы Россия сливалась в экстазе с Китаем. Эту позицию мы тоже знаем. Но какие практические шаги из этого проистекают? Будет ли Трамп буквально чего-то требовать? Или там ставить условия, связанные, например, с территорией? Нам неизвестно. Поэтому эта фраза Зеленского наупреждения, мне кажется, просто была лишняя. С точки зрения большой дипломатии, мне кажется, нужно исключать подобного рода ходы. А вот теперь по сути дела. Почему все-таки сейчас так много разговоров о завершении? Во-первых, хоть военные эксперты и говорят, и мы это видим по линии фронта, что война в очень активной фазе, но эта активная фаза очень специфическая, согласитесь. Специфичность ее в том, что военные действия все-таки, если не считать операцию в Курске, это как бы отдельная опция, если не считать операцию в Курске, она проходит все-таки по понятному нам сценарию карты. Это одна из целей, заявленных в России, войны СВО в освобождении Донбасса. Там сконцентрированы основные силы, и вокруг этого топчутся все военные группировки России. Да, по ходу дела страдает Харьковщина, есть большая угроза расширения фронта на юге в связи с возможным наступлением в сторону Запорожья, но в любом случае мы понимаем эту локализацию, да, с точки зрения. Владеет и будет ли готовить Россия резервы на дальнейшей военной кампании, мы тоже сейчас, нам тоже сложно судить. Военный бюджет России свидетельствует о том, что милитализация экономики будет продолжаться, но будет ли она связана, собственно, с войной, или теперь в России пользуются войной и военным бюджетом для того, чтобы провести тотальное перевооружение армии, а это тоже присутствует. Старые образцы техники сжигаются на фронте, вымываются склады, и одновременно мы видим, как очень активно российский ВПК обновляет технологический ряд, переоснащает вооруженные силы, и это для них, в принципе, самодостаточная задача, пользуясь войной, как бы провести эту перезагрузку. Вот, мы пока не можем, тотальная мобилизация в России тоже не объявлена, то есть для того, чтобы воевать в Украине еще по другим направлениям, большая плотная территория, достаточно, ну, большая отмобилизованная часть армии в Украине, нужны какие-то еще там миллионные мобилизации, их пока тоже нет. Вот, поэтому, скорее всего, пока вот это же острое событие, жесткие события на Востоке связаны, скорее, с состоянием вооруженных сил, несколько ослаблены ВСУ, ну, в силу и Курской операции, куда ушли резервы, в силу потерь ряда укрепрайонов, которых мы тоже много обсуждали в эти месяцы. Но, тем не менее, вот какой-то контур понятен, да, и понятна оборонительная задача Украины. Вот, ключевая задача найти оборонительные технологии, в связи с всего это оборонительное сооружение, линии, а также обеспечить боеспособными резервами, чтобы не допустить врага к Запорожью и Днепру. То есть тут это дело не только уже, там, военной целесообразности, это вопросы жизненные для Украины. Крупнейшие индустриальные центры, огромные города, большое-большое население, наше население, и мы не имеем права допускать, чтобы эти города оказались в обороте войны. Если для этого нужно будет, потому что первая понятная задача, это военно-военно-оборонительная. Тут военным решать, как это обеспечить, что для этого нужно, какие изменения на фронте, возможно, какие-то передислокации, еще чего-то. Это, пожалуйста, здесь можно говорить с военными экспертами. Задача должна решаться прагматичной. Но я об этой очевидности говорю еще потому, что очевидно, что исчерпывается тот план войны, который нам был понятен. Есть ли какие-то другие планы в России? Пока неизвестно по ресурсам, это не очевидно. И на Западе, и в американском Западе зреют настроения не допускать дальнейшей эскалации, потому что это военная технология, это увеличение количества воющих армий, это угроза увеличения третьих сторон, и выходить на какое-то затухание конфликта. То есть, грубо говоря, какие-то переговоры. С этим связаны страхи в отношении того, что вот, мол, Трамп может с госдепом новым, если победит, значит, начать давить. Да и в Европе растут настроения такие, ну, скажу аккуратно, пессимистические отношения войны. Это мы все наблюдаем. Вопрос-то состоит совсем не в этом. И я снова говорю, почему мне кажется, что Владимир Зеленский, эта фраза просто лишняя, она ненужная была в оценке. Потому что перекладывать сейчас на возможности Соединенных Штатов, особенно Штатов в случае победы Трампа, те подходы, которые были возможны у него там 6-8 лет назад, когда на двусторонней основе с делками он пытался решать, не имеет смысла. Ситуация радикально изменилась. Давайте напомним просто, что изменилось. Во-первых, при Байдене начались и так не были проведены большие торги между Россией и НАТО, Россией и Штатами по поводу гарантии безопасности. История тянулась добрых полгода в 2021 году, начиная от Женевской встречи, заканчивая этими договорами, на которые Запад отреагировал негативно. И тогда эти торги задали масштаб. То есть Россия, воюя в Украине, забирая территорию и переваривая, втягивая в узкий мир украинских граждан, решает и другие масштабные задачи. И одна из них, это стремление выйти на какой-то паритет, какой-то новый качественный статус-кво с евроатлантическим западом. Без этого нового статус-кво, без этих торгов, сама по себе война не сможет завершиться. Ее можно замораживать пытаться, но дело в том, что так как речь идет о периметрах безопасности, о военных базах, о расширениях НАТО, о размещении уже нового оружия, причем этим занимаются и Россия, и страны НАТО, мы видим рост баз в НАТО, без этих торгов и поиска какого-то баланса по этому периметру, само по себе войну очень сложно будет завершить без этих гарантий. И Россия неоднократно давала это понять. Второе, и Трамп, мне кажется, придя в случае его прихода к власти, опять же делаю оговорку, в случае его прихода, он не может не понимать, что просто пригласить в Хельсинки Путина и договориться бессмысленно, если НАТО не будет и других действий и решений, в частности с Брюсселем, в частности с Евросоюзом. Вот в чем сложность ситуации. Поэтому так как раньше не будет. Второй момент, не секрет, что Трамп, он достаточно выраженный такой, ну не скажу, что анти-китаист, а сторонник более проактивного сдерживания Китая. Он за новую сильную Америку, но при этом признает и считает главным вызовом для вот такого эгоцентричного единства Соединенных Штатов Китая. Поэтому по состоянию на сейчас ведь тоже многое изменилось. Китай и Россия обменяли целым рядом договоров в теапазоне сотрудничества военной области, стратегического партнерства, точнее расширения стратегического партнерства, которое было подписано еще в 10-е годы, до целой программы сотрудничества, по-моему, до 2029 или 30-го года. Программа была у них подписана на встречи членов, участников пояса пути в 23-м году. То есть, грубо говоря, рамка тоже очень серьезно изменилась. И поэтому будущая американская администрация не сможет не считаться с этой новой реальностью. Ну и третья реальность – это БРИКС. Это новая реальность, хотя БРИКС существует, это уже был 15-й форум, но это знаковый форум, он принял серьезный документ, по сути, платформу. За эти годы БРИКС расширился. Это не блок, но это ассоциация сторонников больших новых коммуникаций, новых подходов к инвестициям и так далее. И в Соединенных Штатах будут считаться с тем, что в этом плане у России большой круг, если не союзников, то симпатиков. Вот учитывая все эти реалии, моя версия, после залихватских заявлений о том, что приедем, разберемся, подпишем два договора, и все закончится, кто-то кому-то уступит, на самом деле будущая администрация Соединенных Штатов, будь то администрация Трампа или Харрис, скорее будет искать выгодную для себя выгодную для себя, но формулу какого-то глобального консенсуса, ну или скажу аккуратнее, компромисса глобального, внутри которого возможно разрешение и украино-российского столкновения, украино-российской войны. Потому что по состоянию на сейчас, учитывая выборную кампанию в Штатах, учитывая слабость позиций демократов, отдельная тема для вас, почему все-таки проблема не в Харрисах-демократах, что проигрывает не в Харрисах, сейчас проблема не в Харрисах, в Соединенных Штатах разочарованы в эффективности политики демократов в целом, как политической силы, как силу, которой есть рецепты для лидерства, для подъема экономики, для преодоления конфликтов, по факту все эти рецепты не сработали. Я думаю даже, что пара Трамп-Харрис, она исторически малоинтересна будет, ее быстро забудут, потому что столкнулись не два яркие фигуры, там скорее одна яркая фигура Трампа, столкнулись курсы, два разных курса для Америки. И в этом отношении Соединенные Штаты в этой складке что пропустили? Они пропустили новые инициативы, которые касаются российско-украинской войны, но по своему масштабу больше и серьезнее. Ну, например, эта инициатива «Друзья мира», связанная с формулой Бразилии и Китая, она касается прямо вроде бы, в фокусе российско-украинской войны, но по сути это становится, ее так называют инициаторы, платформой для какого-то серьезного глобального диалога о глобальной безопасности. Соединенным Штатам нельзя пропускать эту плюгу, им нужно или попытаться это возглавить, предложив свои подходы, либо сформировать более действенную, привлекательную альтернативу. Но не реагировать невозможно. Мы видим слабость позиции Соединенных Штатов и НАТО именно в вопросе глобальных инициатив. При демократах весь западный мир оказался в состоянии, ну, такой косвенно воюющей стороны. Косвенно воюющей. Получил осуждение и критику практически со всего глобального юга и сторонника движения «Близ». Поэтому это сложная игра, в которой Трампу придется действовать нестандартно, не так, как он привык к свой первый срок. Ну и подводя черту, вряд ли это мелики, мы будем слышать буквально рецепты, что отдать, что передать. Соединенные Штаты будут вынуждены искать выгодную для себя формулу лидерства в моделировании процесса деэскалации. Либо присоединяться к уже имеющимся, что не очень выгодно. Андрей Васильевич, а то, что Лавров недавно озвучил о неотъемлемых элементах политического урегулирования, говорит, что обеспечение права и свободы и законных интересов русских и русскоязычных в Украине, обеспечение неблокового, нейтрального и безъядерного статуса Украины, устранение любых угроз на территории Украины для безопасности России. И в целом, пока это озвучивает Лавров, а не Путин, я так понимаю, что можно каким-то образом еще, скажем так, торговать. Но, в принципе, это уже там 80-90% официальная позиция Кремля. Но, если проанализировать, то можно понять, что добавляются новые условия, в том числе и, скажем так, внутриполитические для Украины. И теперь Кремль хочет видеть Украину не просто безоружной, но и не антироссией. Ну вот смотрите, да, но ведь часто с разных сторон на эту тему вольно-невольно обсуждаем, да, и как бы ходим постоянно по кругу. Да, даже с учетом внесенных изменений редакции в период Порошенко, связанных с преамбулой Конституции, связанных с некоторыми положениями в разделах о политической системе, по состоянию на сейчас Украинская Конституция, которая базируется на декларации о суверенитете и акте независимости, это ее базовые конституанты, в основе своей является Конституция страны суверенной и вне блоковой. Никто не убрал до сих пор в Конституции все сложности, связанные с недопустимостью, например, надгосударственных органов управления, да, и органичивающих суверенитет. Вспомните дебаты по поводу ЕП, когда первое было со стороны конституционалистов замечание, что Украина не может вступать в такую структуру, потому что Конституция, это Конституция суверенной страны с полноценным суверенитетом. Так ведь это касается любого итерационного процесса, кстати, включая Евросоюз тоже. Поэтому с этим придется еще работать. Но, повторюсь, по состоянию на сейчас, базовые конституанты нашей действующей Конституции, это три первые главы, в которых зашиты наши права, характеристика государства, как социального, распорядливого и так далее, свобода слова, в котором защищены наши культурные права и использование языков. То есть, по большому счету, эта Конституция отвечает всему тому, о чем сейчас идет спор. Отвечает этому всему. Поэтому последнее заявление со стороны России, мне кажется, они связаны не с Украиной, как таковой, сейчас. Это скорее сигналы на Запад о том, что там возможное телодвижение, например, связанное с форсированным приглашением НАТО или еще какие-то решения в сфере безопасности. Россия не будет восприниматься и это не приблизит момент переговоров. Это во-первых. А во-вторых, повторюсь, с точки зрения нашей внутренней атмосферы, согласитесь, и правда, нужно самим, согласно нашей же Конституции, снижать градус, связанный с этими разностями культурными, религиозными, языковыми, потому что не враг эти проблемы нам создает, когда сталкиваются лбами люди на языковой почве или когда начинаются споры межконфессиональные. Это наша внутренняя проблема. И здесь не то, что недопустимо вмешательство, здесь наш должен быть национальный интерес вернуться к внутренним балансам. Это называется внутренним балансом. Не искривлять, не допускать этих перекосов. Потому что я согласен, что любая попытка диктовать Украине волю, связанную с тем, как, недопустима и должна пресекаться. Но нужно исходить еще из того, а какие внутренние политики, гуманитарные, в сфере свободы совести и свободы слова, обеспечивают нам сохранение стабильности, равновесия, но и того, что мы называем нормальным демократическим устоем и строем. Независимо от того, кто бы слева, справа, с востока, запада нас этому не получал. Ну и последнее. Любые условия, условия, которые формулируются, когда их произносит какая-то сторона, имеет смысл, если эти условия принимаются не в твоем визоре, а если возникает некий третий, четвертый, пятый посредний, который начинает давить. Поэтому, мне кажется, все то, что сейчас звучит от Кемля, целевая аудитория, это политикум Запада, политикум Соединенных Штатов, а не Украина. Но тут, опять же, для того, чтобы не путаться и не рвать волосы и не царапать себе лицо, мне очень близко близко, это простая наша бытовая формула, нам свое рубить, что нужно нам, что максимально эффективно и обеспечит, скажем, внутренне равновесие раз, обеспечит нам и эффективную безопасность, а не фейковую безопасность и достаточность и выработать свою национальную платформу достаточного, управляемого, суверенного развития. Ну, например, я приведу очень простой пример, я сомневаюсь в том, что Украина в ближайшее время получит такое однозначное окончательное решение НАТО по поводу приглашения вступления. Мы видим, какие раздоры там происходят, хотя украинская сторона настаивает. Но вторая крайность это так называемый нейтральный статус. В нейтральный статус, который действительно предполагает много ограничений. Но последняя страна, которая делится сейчас опытом своего нейтралитета, это Туркменская республика Турменистан, которая получила признание этого статуса даже на уровне организации объединенных наций, там есть ограничения и правда по ее вооруженным силам и возможностями распоряжаться этим. Приемлемо ли Украине вот такой статус нейтральный? Я к этому отношусь крайне критично, потому что я сторонник так называемой внеблоковой политики. Был и остаюсь сторонником внеблоковой политики. Что это означает на практике? Внеблоковая политика, во-первых, она очень органична Конституции 1996 года и она соответствует намерениям и планам развития Украины заложенную декларацию суверенитета. Вместе с тем внеблоковая политика означает, что Украина сохраняет суверенное право развивать сильные, эффективные, вооруженные силы, придерживаясь при этом взятых на себя международных обязательств. Например, в сфере ограничений необретений ядерного оружия. То есть, грубо говоря, сохраняясь в правом поле, но у нее есть суверенная политика развития своей оборонительной способности. Армии, ее структуры и так далее. Второе. Внеблоковая политика вовсе не исключает того, что Украина может сохранять широкий круг партнерства военно-технического, собственно военного, связанного с тем, как Украине видят обеспечение своей национальной безопасности на так называемой двусторонней основе, либо в рамках программ бесчленства. Поэтому на самом деле, вот если вникнуть в судило, такая политика является наиболее эффективной как минимум, как минимум среднесрочной перспективы. В период этих переломов, противостояний и так далее. Ну и последний момент. Все-таки мы должны учитывать, что все, что сейчас звучит от Кремля, это сквозит. Кремль очень хотел бы получить возможность в контексте Российско-Украинской войны выйти на большие переговоры, на такой большой переговорный процесс о будущем безопасности с Западом. Собственно, вот я вспоминал 2021 год, и сейчас год 24, разгар войны, но тем не менее масштаб, в котором можно решать судьбу Российско-Украинской войны, это масштаб больших переговоров. То есть, участием мировых лидеров, обсуждением новых принципов подходов, связанных с периметрами безопасности, разоружением вооружением, сдерживанием и ограничением технологий. На европейском континенте это вопрос периметр границ, возможно, создание безъядерных зон, оговоренных размещений и ограничений вооружений, связанных с военными базами, как со стороны России, так и со стороны стран-членов НАТО. Вот этот весь пакет, в рамках которого будет обсуждаться и вопрос Украины, с точки зрения ее перспективы, гарантий, которые будут представляться в послевоенном периоде. Я думаю, к этому сейчас стремится московская дипломатия. То есть, получить поддержку того, что разруливать судьбу войны нужно на площадке высокого уровня. Мне кажется, что к этому склонны и организаторы, и инициаторы движения Друзья Мира. То есть, по большому счету, за этой идеей платформы стоит также и то, что необходимы какие-то новые подходы к взаимной выработке правил взаимной безопасности на континентальном и на странном уровне. Потому что это стоит за кадром инициативы Друзья Мира. Китай, кстати, если вы вспомните, он постоянно в речах и текстах первых лиц концентрирует на нескольких вещах. Первое, что одна из причин конфликта это сохранение блоковых структур. Это нужно пересматривать, это предмет переговоров. Блоки источник разделения мира не только на военные, но и на идеологические основы. И второе, что нужно возвращаться к идее глобальной всеобъемлющей, всеобщей, всеобъемлющей глобальной системы безопасности, так как это заложено в основу ООН. Вот ключевые позиции китайской дипломатии, она на них играет, она эти принципы прошивает во все свои предложения. Поэтому, сводя в кучу, наверное, 2025 год, вот мы много концентрируемся собственно на военных событиях, но с точки зрения вот этих глобальных споров, да, и качелей больших, все-таки это будет, видимо, год очень проактивной, высокой дипломатии с поиском площадки, платформы или формулы, по которой начнется глобальная консультация. Я когда-то дал этому название Хельсинки 2.0, имея в виду не буквально конференцию, а новый процесс. Мы слишком далеко зашли, и очень много войн или потенциальных конфликтов действительно несут в себе потенциал той самой глобальной войны, будет она третьей, четвертой, или будет она новой, которой все боятся. И Российско-Украинская война, и постоянно вот этот, ну, даже не тлеющий, вспыхивающий, да, конфликт Израиль-Палестина, Израиль-Хамас, Израиль-Хазбалла, а теперь уже Израиль-Иран, и вот призрак Корейской войны вновь вернулся, потому что две Кореи, есть риск встретиться на Украино-Российском фронте, и мы не знаем, чем это закончится после прецедента для Корейского полуострова. Это все, уверяю вас, сейчас серьезно анализируют и просчитывают мозговые центры системной аналитики с точки зрения не сегодняшнего дня, а трендов, влияния на них и упреждения на них. 25-й год я прогнозирую как год высокой дипломатии по вопросам без областей. Андрей Васильевич, ну, мне кажется, можно даже далеко не ходить, не брать во внимание 2025-й год. Мы с вами в начале ноября, а по факту у нас довольно интересная хронология этого месяца ожидает. 4-го числа начинается Валдай, потом 5-го выборы в США, я думаю, что отголоски тоже будут на протяжении всего ноября, 5-го, 6-го встречаются главы МИД ОБСЕ, ну и 7-го, по информации, Путин с речью должен выступить. Я думаю, что вполне так же будут какие-то очертания о ядерной доктрине, о НАТО, в целом позиции. Это уже часть этого процесса, о котором мы говорим. Да, и по факту мы стоим как бы на таком пороге или далее сделка некая, или там большие торги, о которых вы говорите, ну или большая эскалация. Ну, большую, знаете, когда-то меня буквально за считанные дни до начала агрессии России в 22-го года мы обсуждали тему рисков и войны и говорили о том, что нужно делать все, чтобы не началось это. Мы не попали в эту активную фазу, хотя очень много посылок. Я тогда проверил фразу, что я могу рассуждать о том, какие могут быть шаги, подходы и предложения, связанные с минимизацией или упреждением, но мне сложно говорить о войне. Потому что если начнется полномасштабная фронтальная война, здесь все мои рассуждения не бессмысленны. У войны свои законы, как часто говорят. Но также то, что же касается и эскалации нынешних войн до уровня глобальной войны, когда включаются вынужденно либо по какому-то замыслу крупные игроки с ядерным археналом. Здесь можно, можно только делиться эмоциями, но совершенно невозможно просто дать рационально, тем более сценариями. Кто куда, кто за кем, потому что это лавина, это лавина катастрофы. Но вы совершенно правы в том, что перечисляя вот эти условно веховые такие ориентиры, говорите о каком-то начале. Что сейчас происходит? Сейчас происходит заявление оппозиции. Я тоже считаю, что Кремль заявит о какой-то обновленной позиции сразу после выборов Соединенных Штатов, когда будет известно имя президента. Это логично. Может быть пользоваться площадкой Валдая, может быть еще какими-то площадками. Причем вполне можно допустить, что в зависимости от позиционирования в последние дни уже кандидата в президенты, позиция России может быть заявлена и как договороспособная. Призыв к какому-то началу, может даже инициатива сформулирована к какому-то началу консультации. Например, провести Женеву-2 с новым президентом в январе. Ну, например. Можно же этого ждать. Или Хельсинки там второе. аналогии встречи Трампа с Путиным. Либо же наоборот будет заявлен жесткий ультиматум в пику значит каким-то там планом или заявленным намерением воевать до победного конца и консолидировать Запад. И такое возможно. Но если посмотреть на то, какие площадки активируются я все-таки склоняю считать что поиск деэскалирования сильнее и выраженнее чем запрос на эскалацию. И главный пример это действительно активация ОБСЕ. Ведь совсем недавно на эту организацию даже крест поставили. Считается что она полумертвая малоэффективная и в Украине часто вспоминает ну скажем не очень эффективную роль ОБСЕ в так называемом минском процессе хотя тезис спорный но тем не менее тем не менее но то что реанимируется организация по безопасности сотрудничества в Европе и там если я не ошибаюсь даже приглашен Лавров на эту встречу говорит о том что действительно начались какие-то тектонические сдвиги я обратил внимание вот еще на какие сдвиги с точки зрения вот этой тектоники фактор ожидания нового руководства Соединенных Штатов несомненно мы видим и многое будет зависеть от того республиканский будет курс или демократический но к этому времени начали бурно меняться и настроения в европейских государствах очень важный звоночек это смена руководства СДПГ появление Мершина одного из соратников Шелдера я расцениваю такого рода сдвиги как начало более активного всплытия европейских дипстейтов то есть грубо говоря глубинной власти экономической и влияния на политическую которая характерна для наиболее влиятельных и сильных европейских структур это Германия Франция Италия ну прежде всего потому что эти страны во-первых оказались как лидеры Евросоюза наиболее пострадавшими от хода событий на континенте в том числе от войны обезвожены они потеряли темп связанный с планами развития Евросоюза давайте вспомним несколько лет назад климатическая повестка значит структурная перестройка о которой говорил Макрон все это отложено на задний план и Европа ну на грани реально такого стагнационного тяжелого периода большой удар по промышленному сектору особенно в Германии дипстейты всплывают и начинают влиять на лидеров вплоть до определенных перестановок запрос как я понимаю на то чтобы как минимум стабилизировать и минимизировать дальнейшие потери восстановить экономическое равновесие и вернуть Европе евразийские рынки еще один интересный признак который встретился совсем давно в экономическом ну в ленте экономических новостей это увеличение германских инвестиций в китайскую экономику именно в 2024 году согласитесь это не просто экономическая информация и не просто спасение капитала в условиях значит потерь промышленном секторе то есть мы видим что начались какие-то подвижки связанные с вот этой остановкой сваливания и в экономическую пропасть и в пропасть связанную с угрозой европейской войны поэтому подводя черту запрос возможности конечно дальнейшего эскалирования есть Россия демонстрирует своим военным бюджетом мы видим очень активные события на фронте и намерение Украины стоять до конца до последнего но запрос на деэскалирование и может даже выход из военной фазы на 2025 год он стал уже трансконтинентальным и трансэлитным он очень силен просто вопрос в том кто станет кто станет лидером ньюсмейкером трагедия в том что нынешние европейские лидеры теперь уже не в состоянии взять на себя инициативу ни Урсула фон дер Ляйен ни президент Франции Макрон ни канцлер Германии Шольц несмотря на его загадочные намеки в переговорах разговорах они не в состоянии выступить драйверами изменений драйверами извинений сторонники так называемых патриотов Европы которые связаны с именем Орбана Фитца они еще достаточно слабы в плане общего европейского влияния более того сейчас мы видим что они хейтятся но это все предпосылки для какого-то качественного перехода который возможен и начнется в европейской политике сразу после изменений в американской сразу после того как произойдет перезагрузка американской элиты тут очень большую роль играет то все-таки придет новая администрация республиканская которая моментально катализирует эти перемены или придет администрация Харрис которая будет отличаться от Байденовской несомненно но тем не менее это более вызывающий и конфликтный вариант для европейских Андрей Васильевич а я вот вкратце вас спрошу хочу за последнюю тезис Кулеба откровенничался сказал что перед вторжением Российской Федерации союзники советовали Зеленскому записать видеозавещание ну и по словам Камала Харрис рекомендовала Зеленскому готовиться готовить вернее формирование правительства в изгнании и тому подобное я вас знаете на чем задумался мы же рассматриваем разные варианты там победа Трампа победа Харрис могут ли те кто в прошлом видели в этой войне поражение Украины в нынешних условиях ну или скажем так сейчас видеть ее победу это очень сильные слова мы вообще попали в такую семантическую ловушку когда постоянно апеллируем там вот такими сильными помните когда-то была игра слов зрада перемога так теперь капитуляция перемога сильные но в нашем случае пустые слова потому что для Украины важны не реляции о том сколько мы там уничтожили или какие у нас там планы сколько еще бабахнуть для Украины принципиально ведь мы когда мы говорим о том что мы защищаем мы защищаем социальный строй мы защищаем жизнеспособность украинского народа мы защищаем платформу на которой было возможно развитие украинского народа это демократическая платформа извините меня не теократическая не царская не гетманская а демократическая потому что если разрушается эта платформа это поражение скатывание к автократии это поражение поэтому вот если так судить то Украина выдержала войну, даже имея потери в территориях и огромные потери в людях, причем как на фронте, так и потери связанные с потерями социального чайского капитала. Но тем не менее Украина очень достойно прошла эти три года и важно сохранила основы. Вот сейчас под угрозой эти основы мы видим, как изменяется государство, мы видим, как изменяется состав и поведение политической элиты. Это внутренние угрозы. То есть внутренние угрозы сейчас несет на себе не рядовой украинец, а те процессы, которые связаны с мутациями в политической системе, с мутацией с кадрами, с коррупцией. Вот это угроза, которая похлеще или как минимум равна угрозе с врагом. Потому что такого рода поражения они могут привести и к внутренним кризисам, не дай бог. И они могут привести к разочарованиям и расхождением с нашими партнерами, которые могут обвинить Украину в том, что она изменила своему курсу, изменила своему республиканскому выбору. Если мы говорим о том, что является ценным в ходе войны, в том, что Украина сохранила потенциал национального, демократического, самостоятельного развития. Но пока это только потенциал. Шаг влево, шаг вправо, дальнейшее превращение Украины в полицейскую державу или сдача суверенных активов, это все уже предательство. Потому что это предательство суверенных возможностей, их сдача. А что касается тех потерь, которые мы несем сейчас, и у нас нет честного, внятного ответа, как мы сможем сейчас это вернуть. Ну, например, контроль территорий со стороны России. А для меня еще более болезненно. Это потери миллионам наших соотечественников, которые в условиях войны либо ушли в другое гражданское пространство, либо, ну, толевируют произошедшее на Востоке. Но это не вопрос уже войны. Это вопрос какой-то политики новой Украины. Политики нового соединения, которое, возможно, нужно просчитывать на десятилетия. Я думаю, что если Украина будет выходить из военной фазы с четким, знаете, с четкой сталью, что мы сохранили, защитили, что мы будем развивать и никогда не сдадим. А все, кто на это посягает, на конституцию, на демократию, на свободы, на самоуправление, на свободу совести и свободу слова. Это наши, это те, кто мешают развитию Украины. И если у нас будет такое же внятное, четкое видение мирного развития, которое приведет к воссоединению и возвращению, надо будет убедительным, которые потребуют усилия в области гуманитарной, экономической, трансграничной, возможно, больших дипломатических усилий. Мне кажется, что такую Украину несомненно поддержит и это будет выглядеть нашим успехом. Это и будет нашим успехом. Когда же дипломатия ограничивается залихватскими заявлениями, обещаниями, но, очевидно, если мы анализируем практическую политику, а там этого нет, внутри не мне вам объяснять, сколько у нас новых линий напряжения, недовольства, ограничения прав, с точки зрения экономического положения, Украина не справилась с задачей создания эффективной экономики в условиях войны. Не справилась. Огромные потери в составе и качестве национального капитала, и бизнеса, и миграция, и разрушение производства, и сворачивание инвестиционной активности, и это тоже к тому, что не справились. Ну и последний момент, пока нет признаков, даже очевидных признаков, того, что у Украины есть продуманная гуманитарная политика по воссоединению. Как? Если у нас языковая истерия, если у нас до сих пор господство черное, белое, если у нас до сих пор политики позволяют сверить, да пошли вы, если вы не согласны, а как вы собираетесь в таком случае восстанавливать большую Украину, которая всегда была сложной, полиязычной, поликультурной и так далее. И это видят наши партнеры. Они тоже, я думаю, задают вопрос нашего руководителя. Ну хорошо, война понятна. Это территории, физика, танки, окопы, границы. А как? Как вы обеспечите, где ваши инструменты и ваше видение? Как обеспечить новое социальное и гражданское единство? Какими вы видите инструменты, связанные с формированием новой внутренней сплоченности нации? как вы будете перезапускать национальную демократию? Это же не про выборы списка в парламент, потому что это институты сильного самоуправления, сильного негосударственного сектора и так далее. И я думаю, что это самое слабое место в нынешней власти. У меня нет ответа. Потому что они не занимались, не думали и так далее. Я таким долговато, но я отвечаю на вопрос, что в глазах наших партнеров рассматриваться бы как успех. Понимаете? Потому что они же смотрят на нас, ну да, может быть там какая-то часть смотрит на Украину глазами бизнесмена, это рынок, или глазами геополитика, это наша сфера влияния. Но если мы говорим о тех наших партнерах, которые смотрят на нас глазами наших друзей, наших партнеров по жизни, по намерениям жизни, они же смотрят на то, что происходит с украинским обществом, какая страна рождается, и так оценивают успех или поражение. Когда-то в беседах используют термин воюющая демократия. Так вот, не получилось у нас за три года создать механизм воюющей демократии. Мы свалились в автократию, мы свалились в полицейщину, мы свалились в ограничение прав, мы свалились в то, что унизительно для каждого украинца, это системная коррупция, которая позорит Украину в условиях войны. и теперь мне легче вас спросить, а вот если так смотреть на Украину, успешна эта война для Украины или нет? Потому что в этой войне Украина сама мутирует, и это не может не тревожить всех, кто вкладывал сюда миллиарды, поставлял оружие и беспокоился о независимости Украины. Мутацию ведь тоже можно использовать в хороших смыслах, главное правильно ее направить? Мутация может быть процессом управляемым, можно вовремя остановить, можно вернуть спять, но я может сейчас покажусь и для вас и для зрителей романтиком, но я среди первоочередных задач, которые считаю жизненно важными, жизненно важными, считаю перезапуск национальной демократии на институциональном уровне, если мы этого не сделаем, мы свалимся вегетимонат с бесконечными драками этих самовлюблённых претендентов на булаву, перезапуск национальной демократии, нам нужно восстанавливать основы самоуправления, основы, потому что самоуправление это не только выборы в низкие рады, там, через сайлочные рады, потому что самоуправление это сильная автономность, это возможность управлять свои территории, это другие механизмы самоуправления, это право на это самоуправление и умение людям распоряжаться, а люди сейчас опять превращены, я смотрю по умонастроениям, поведения людей, но такое ощущение, что мы вернулись в Советский Союз в 70-х годах, вот такая чистая совещина, с начальниками, хамами, отсутствием денег, все централизовано и так далее, но если вы хотите и заботитесь о стране, как о той самой Украинской Республике, которая защищалась и оборонялась, вы же эти основы демократии защищали, третий момент, нужно возвращать доверие к активным людям, бизнесу, к национальному капиталу, не превращать их просто в дойных коров, потому что национальный капитал это один из драйверов развития, это они проектируют крупные проекты национальные, это они обеспечивают в итоге квалифицированные рабочие места, они становятся инвесторами образования, в части особенно современного профессионального. То, что я наблюдаю сейчас, у нас доминирует паразитарный капитал, мы о нем когда-то говорили, те, кто прибит просто тупо на ренте и называет это успехом, а национальный капитал связанный с производством или современной качественной услугой постоянно в загашнике или гасится, извините, или вообще сворачивается, но если в Украине кто-то думает, что это не видят наши партнеры, это все видят, уверяю вас, инвесторы, партнеры украинского бизнеса, они все это видят, и растущие, вот когда говорят о разочаровании в Украине, это не про фронт и не про наши ВСУ, разочарование в том, как идет мутация, как она допускается, тут это время, потому что я могу много еще через запятую ставить этих задач, но помните, если об этом не говорить, то чего же стоят наши разговоры, о чем мы тогда говорим, о Трампе с Си Цзиньпином, а мам, нам-то чего делать, они же у нас потом на переговорах спрашивают, хорошо, вам нужна помощь, поддержка, компромисс, там где-то подыть, что вы делать будете, а мы опять говорим о том, что дайте нам денег, и тогда мы чего-нибудь сделаем, но так иногда это выглядит, вот нам бы еще там столько-то сот миллиардов, и тогда мы как, подождите, но мы вам давали на войну, и то, сколько вопросов, поэтому главное сейчас, я ставлю на первое место, первое плеско, заняться наконец-то собой, Украина должна заняться собой, если о Европе, заняться европеизацией Украины своими силами, прежде чем стучать ногами, требовать куда-то наступить, надо создать Европу и Украину, но самое важное, нужно научиться отвечать за собственное развитие, это задача политических лиц, отвечает не штаб-квартира в Брюсселе, и не гость геп-машинтоне, и не лондонские офисы, за суверенное развитие отвечает политическая элита, которая получает мандаты, если она этого не понимает, ее нужно что? Друзья, я думаю, что этот разговор, он был полезен для вас, наталкиваю также на размышления, поделитесь ими в комментарии к этому видео, ну и также пишите ваши вопросы, и не забудьте поддержать этот разговор лайком и подпиской на наш канал. Андрей Васильевич, вам благодарен за участие, за ваши мысли, и желаю хорошего и безопасного дня. Спасибо, взаимно.